Академия Черного Дракона Глава первая Лорд-ректор, я не выйду за вас замуж! И отчего, позвольте спросить, такое категоричное заявление, адепт-дивизир? Эээ, ну, потому что я не могу, и вообще... Карим, высокий худощавый адепт третьего курса боевых магов и по совместительству самый заядлый спорщик Академии, стоял в напяленной поверх мантии розовой балетной пачке перед нами с лордом Алистером и уныло смотрел в пол. Несмотря на то, что кроме нас в кабинете ректора больше никого не было и деталей сего позорного действия больше никто не видел, парню все равно было не по себе, и я, как никто другой, его понимала. К счастью для Карима, настроение у лорда Алистера было хорошим, так что отчисление ему не грозило. Но и отпускать жертву очередного спора ректор, судя по всему, тоже просто так не собирался. И вспоминая любовь лорда Алистера к подобного рода развлечениям... «Вы в этом уверены?» — с предвкушением уточнил он. «Вот именно этого я и ждала». «Да!» — в голосе Карима послышалась растерянность. «Он-то как раз на такое развитие событий не рассчитывал». «Неужели?» «Даже если появится такая возможность...» «Э-э...» Пол был забыт. Парень во все глаза ошарашенно уставился на лорда Алистера, а ректору только того и надо было. «Вы зря столь категоричны, адепт-дивизир. Указом его величества Ауруса Третьего отношения между представителями одного пола официально разрешены уже лет пять как. С совершенно серьезным видом изрек он. «Не лишайте себя надежды. Подождите еще пару лет. Их величество не зря называют милосердным. Может, он милостью своей разрешит и однополые браки? Но...» «Нет-нет, и слушать ничего не желаю», — перебил лорд Алистер жалкое блеенье окончательно обалдевшего Карима. «Я не могу лишать вас этой надежды и ломать неокрепшую подростковую психику. Да и кто знает, может, через пару лет вы настолько меня впечатлите, что... В общем, зарекаться точно не стану. Учитесь, стремитесь, и ваши надежды исполнятся. А сейчас идите, мой юный друг. Обещаю, ваше признание не покинет стен этого кабинета. И я, и адептка Тирель будем молчать, как рыбы. Верно ли она?» «Да», — промычала я и активно закивала, с трудом сдерживая нервный смех. Несмотря на то, что парня было жаль, ситуация выглядела слишком уж комичной, тем более виноват в ней был сам Карим. «Вот видите, все хорошо. Ступайте, адепт-дивизир», — заботливо произнес лорд Алистер. Да только не мог Карим уйти, никак не мог, пока не услышит слова отказа и освобождения от условия спора. И ректор прекрасно это знал, поэтому, в отличие от заботливого тона, улыбка на губах лорда Алистера была откровенно глумливой. «Вы издеваетесь?» — взвыл окончательно выбитый из колеи парень. «А до тебя сей факт только что дошел?» Ректор с наигранным изумлением изогнул бровь, а затем рявкнул. «Взыскание в личное дело! И быстро мне доложил, с кем спорил, иначе второе влеплю!» Признание последовало незамедлительно. Карим сдал обрядившего его в пачку шутника с явным удовольствием и взмолился. «Ну отпустите! Пожалуйста!» Только после этого лорд Алистер милостиво махнул рукой, снимая ментальное воздействие, и сокурсник Самаила умчался прочь. А я осталась, вновь уныло уставившись на почти заполненный бланк заявления. Там под фразой «Понимаю и принимаю все возможные последствия» не хватало только моей подписи. Да, причина, по которой я находилась в кабинете ректора, была банальна. Сегодня, в первый учебный день после каникул, сразу же по окончании занятий я пришла подавать заявление на инициацию, ту самую, о которой заявил ректор на звездном балу, и которой я по-прежнему боялась, несмотря на слова лорда Алистера о том, что все будет в порядке. Не последнюю роль в подогреве моих страхов сыграл Самаил. Всю обратную дорогу с бала, а потом и в течение каникул он нагнетал обстановку рассказами о том, сколько народа во время инициации погибло. Говорил, что даже сам не решился ее проходить, и что у темных магов и ведьм вообще шансы минимальные. Причем гад не только по синтону мне это рассказывал, но даже не поленился разок в гости приехать. Официально с моими родителями поближе познакомиться. Но за ужином запугал этой демоновой инициацией родителей так, что и те теперь давили на нервы. Мол, надо способ найти от нее отказаться и все такое. Да ка бы я могла! Несмотря на всю неприязнь к речетовой семейке, умирать не хотелось. Особенно после того, как мрачный котелок полностью подтвердил правдивость рассказов Самаила, и я осознала, что шансы на выживание минимальны. Пусть у меня и третий уровень дара в потенциале, это еще ничего не значит, я же троечница. В общем, я нервничала всю неделю каникул. Вчера вечером, когда вернувшиеся в Академию девчонки обсуждали подросших фамильяров, мои мысли были только о заявлении. С этими же мыслями я проснулась и утром. Оставалась надежда, что ректор об инициации забыл, но нет. Их драконье темнейшество лично вызвал меня к себе сразу по окончании занятий. Сидя в кабинете лорда Алистера над злосчастным листком, я как раз тянула время, размышляя, как бы все-таки отказаться, когда заявился Карим. Так что за предоставленную отсрочку я была ему благодарна. Но вот парень ушел, и темный взгляд аватары черного дракона вновь вернулся ко мне. «Ладно, что там у тебя? Все, заполнила? Отлично! Подписывай и закончим!» «А как подписывать-то не хочется?» Я поерзала на неудобном кресле и с надеждой уточнила. «Может, есть возможность просто сделать вид, что я инициируюсь, но по-настоящему обряд не проходить?» Лорд Алистер посмотрел на меня с легким удивлением. «А смысл? Тебе что, сила лишняя?» «Нет, конечно, но...» Я запнулась, а потом все же выдавила. «Вы точно уверены, что я не умру? Ведь процент выживания очень низкий, тем более у темных». «Лиана, я ведь сказал, что все будет в порядке. Да, обычно риски весьма велики, но ты случай необычный. В твоем выживании я лично заинтересован, поскольку персональная темная ведьма мне действительно нужна, так что у тебя будет дополнительная гарантия безопасности». «О, вот с этого и надо было начинать». Оживившись, я с любопытством подалась вперед. «Какая?» «Моя кровь». «Ничего себе заявление!» «Эээ...» Я вытаращилась на мужчину, решительно не понимая, что тот задумал. «Лорд Алистер, хранитель, вмешавшийся в разговор, в отличие от меня, явно что-то знал. «Со всем уважением это решение весьма опромет. Я знаю, что делаю, Кассиэль», – перебил ректор. «Будь любезен, не лезь, куда не просят». «Но...» «Не лезь, я сказал». В голосе лорда Алистера послышалось раздражение. Впрочем, ко мне он обратился уже спокойно. «Перед инициацией ты выпьешь моей крови. Это позволит тебе при любом, даже отрицательном результате остаться в живых». «Просто выпью и все?» Ректор кивнул. «Да, просто выпьешь и все». «Хм, странно. На отговорку, чтобы просто меня успокоить, не похоже. Во-первых, лорд Алистер не тот человек, чтобы врать и хитрить ради уговоров. Он больше приказывать привык. А во-вторых, хранитель не стал бы вмешиваться просто так. Однако впервые слышу, чтобы обычная кровь, пусть даже и драконья, оказывала столь мощный защитный эффект. Или этот эффект только на инициацию в Академии распространяется? И в любом случае, почему тогда всех адептов этой кровью не поят? Любопытство было велико, так что я решила все-таки этот вопрос задать».